Пытаюсь как-то держать себя в руках, но как только скидки, даже если вещь мне не нужна, я обязательно куплю. Доброе утро, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас видео, которое называется «Мое утро». Уже очень давно я хотела снять это видео, даже один раз вам обещала, потом засняла, и у меня не получилось настолько эстетично, настолько красиво, как у других блогеров, и я решила не выставлять. А сейчас я думаю, да ладно, все свои, господи, ну что, что с такой башкой, как раз покажу вам, как приведу себя в порядок. Итак, каждое утро я бегаю, но так как на улице сейчас плохая погода, я просто буду спускаться по лестнице, где-то этажей 15, и потом подниматься. Этажей 15 для меня это замечательная физкультура, правда не знаю, как это влияет на мою фигуру, или будут какие-то изменения или нет, но в любом случае я заметила, что после того, как я начала бегать или спускаться, подниматься, я себя чувствую намного лучше. Итак, волшебным движением руки мы с вами очнулись в ванной. Что мы будем делать в ванной? Как вы думаете, мы будем умываться? У меня есть вот такая вот щеточка розовая, точнее у меня две щетки, обе розовые, одна с жестким борсом, а другая такая пушистенькая. Мне самотолок сказал, что для проблемных десен нужно иметь две щетки. Я очень долго, кстати, лечила свои десна, потому что они у меня иногда немножко кровоточили. Теперь уже такой проблемы нету, мне делали уколы в десна, это было максимально болезненно, неприятно. Четыре укола, представьте, два вверх, два вниз. Ну все, значит, я умылась. Теперь нужно собрать постель, сделать порядок в своей комнате, потом пойти искупаться, а затем уже начать завтрак. Я не люблю завтракать прям вот в восемь, как только проснусь, я не знаю, у меня просто не бывает аппетита. Я люблю нажираться на ночь в двенадцать, но утром завтракать я не очень люблю, то есть мое утро где-то начинается в одиннадцать, в двенадцать, хотя я встаю даже рано, у меня просто аппетита на это не бывает. И еще я обязательно должна искупаться, каждый день я обязательно мою голову, потому что она у меня каждое утро живная, я даже не знаю, что с этим делать. Вот что только я не пробовалась, посмотрите, в каком состоянии у меня голова, хотя я вчера утром ее мыла. Ну как можно так ходить, да? Я просто, наверное, приучила свою голову, что я каждый день буду тебя стирать, дорогой. Жирнись сколько хочешь. Итак, приступим к моим делам, я, наверное, буду вам все это снимать, как я обычно делаю. Я просто ставлю какое-то видео из ютуба, либо мукбанг, либо вопрос-ответ видео, и еще рядом поставлю камеру, камеру будет снимать то, что я делаю. Заодно я буду снимать для вас влог и выполнять свои какие-то домашние обязанности, потому что уже сколько дней нету, мамы очень тяжело, на самом деле, я очень скучаю по ней. Как-то мне хочется убираться, если честно, я не знаю почему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ужас, как лицо отсвечивает, и лицо становится розовым. Это все из-за того, что у меня обои такие. Когда мы их клеили, нам мастер сказал, что очень дурацкие обои, то есть ты будешь читать книгу, книга будет розовая, настолько они отсвечивают. И то, что он не рекомендует эти обои. Но в любом случае, anyway, они уже приклеены, так что нечего тут болтать. Я беру, значит, свою косметичку. Она у меня вот в такой вот корзине. Я отбираю каждый месяц продукты, которыми я буду пользоваться в течение этого месяца. И продолжаю пользоваться. Через где-то месяц, может через полтора, я меняю эти продукты на какие-то другие. Раньше я очень редко пользовалась тенями. Но сейчас ни один мой макияж не обходится без теней. Это Essence. Очень дешевая такая палетка, которая мне очень нравится. Называется All About Nudes. Да, я, кстати, заказала себе столько палеток с сайта Revolution. Там были скидочки. В общем, я вам все покажу, когда все приедет. Я иногда даже в городе тоже покупаю Revolution. Мне обязательно с сайта заказывать. Потому что на сайте сделали такую доставку, девчонки, это ужас какой-то. 8 фунт стерлингов за доставку. И нету какого-то, знаете, предела. Например, больше 100 фунтов стерлингов бесплатная доставка. Или больше 200. То есть в любом случае ты за доставку должен платить эти 8 фунтов стерлингов. Раньше было 40... На 45 набираешь, и уже бесплатная доставка. А сейчас вообще невыгодно стало. Вот с фати думаем еще на Colourpop что-то заказать. Но палетки там просто нечто. Вы увидите просто умереть не встать. А еще сегодня утром встала и поставила пару лайков, написала пару комментариев блогерам, которые... Ну прям очень мало просмотров. Заходишь, например, да, и у них там по 13 просмотров, по 10 просмотров на видео. Но человек старается, видно. Такие блогеры очень редко попадаются в рекомендованные. Но я просто всегда вижу себя в таких людях. Я помню, когда у меня было очень мало подписчиков, и кто-то мне написал хорошие комментарии, насколько это меня обрадовало. Я просто была нереально рада. Вот реально, я как сейчас помню, я лежала на этой кровати, и вдруг я прочитала комментарии, что кто-то мне что-то написал хорошее. Не помню уже, что именно. То есть молодец, хорошо снимаешь, что-то наподобие было. До слова на цитату я не помню. Обычно я комментарии никогда не пишу. Неплохое. Ну, хорошее, да, могу написать, но плохое я никогда, ребята. Никогда не пишу что-то плохое. Вы не можете найти в Ютубе ни один мой комментарий с моего канала, где я написала какое-то замечание или что-то плохое. Когда человек меня раздражает, я его просто не смотрю. Есть такие блогеры, которые меня раздражают. Я просто не хочу сейчас говорить. Вот. Голову, наверное, придется сушить. Обычно я стараюсь, знаете, таким естественным образом высушить свои волосы. Но не всегда у меня это получается. Вот сейчас я, например, спешу. Мне нужно для видео купить еду. Я не знаю пока что, что именно это будет. Наверное, в инстаграме сейчас. Сейчас посоветую с вами, что вы скажете, то и куплю. Поэтому нужно высушить голову. На сегодняшний день у меня видео нету. Нужно быстренько обязательно снять и закинуть хотя бы до трех. А время сейчас уже полдвенадцатого. Представляете, как быстро прошло время. Пока убиралось, пока то, пока сё. Я не все вам снимала. Вот. Какие-то домашние дела. Меня очень часто вы спрашивали, в чем секрет моих длинных волос. Так вот, я в одном из видео вам об этом рассказывала. Но это видео набрало очень мало просмотров. Я так поняла, что многие об этом не знают. Я вот использую такое вот масло от понтин на кончике. И вот после этого у меня волосы начали конкретно расти. То есть проблема в чем заключалась? Здесь-то они растут правильно, а кончики обламываются. Поэтому волосы постоянно в одной и той же длине. Как только я начала вот этим маслом пользоваться на кончике регулярно. То есть каждый день я использовала это масло. И у меня всегда кончики были подпитаны правильно. И они не ломались. И в результате этого длина, которая росла отсюда, она была видна и здесь. Поэтому я вам настоятельно советую. Такое масло стоит что-то в районе, наверное, трех-четырех долларов от понтин. Вот так вот выглядит. Ну все, макияж у меня готов. Губы я специально не крашу. Я это делаю перед тем, как начать снимать видео. Камера, стой. Надо обязательно купить какой-то стабилизатор для камеры или какую-то установку, чтобы ее ставить туда-сюда. Потому что так очень-очень неудобно. Что я делаю далее? Пойду завтракать. Позавтракаю. Но не совсем плотно, потому что я буду снимать еще и мук-панк. Нужно высушить голову и потом уже двигаться в сторону магазина. Вот голову сломала. Что же снять для вас? Я думаю, может, шаурму. Давно не было шаурмы. Но просто не знаю, где поблизости. Можно купить хорошую шаурму. Еще рядом, чтобы была картошка фри. В общем, сейчас буду заниматься вот этими вот организаторскими моментами. Наверное, снимать это все не буду. Вернусь к вам чуть позже. И, наверное, покажу вам покупки, которые я совершила за последнее время. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, наверное, это все уже видели. Но если нет, я покажу в подробностях. Потому что в комментариях я заметила, что девочки писали, когда будет влог. Когда будут покупочки. Если вам интересно, я готова все это показать. Просто без проблем. Просто сильно затягивать я это не буду. Быстренько покажу пару вещей, которые я купила. Даже не пару. Здесь многовато. Просто был Новый год, были скидки. И я просто не могла удержаться, когда на вещь 50% скидка меня невозможно удержать. Я немножечко шипоголик на самом деле. Но я пытаюсь как-то держать себя в руках. Но как только скидки, даже если вещь мне не нужна, я обязательно куплю. Вот так вот сейчас выглядит комната гостинная у нас. А все почему? Потому что я здесь снимала видео для инстаграма. Вот так вот свет, ноутбук. И так, пару слов насчет видео. Я переоделась просто потому, что дома холодно. Не могу находиться в этой футболочке. Монсировала и быстренько закинула вам. Если честно, у меня внутри очень много желания и вдохновения делать вот такие вот ролики, как в тиктоке, какие-то танцы. Я даже подумаю над тем, чтобы пойти на танцы. Не просто, чтобы чему-то научиться, а просто это мне интересно. На прошлое видео реакция была гораздо хуже, чем на это видео. Значит, все-таки прогресс есть. С каждым разом я думаю, что у меня будет получаться все лучше и лучше. Пусть сейчас это прям не супер, это не шедевр. Я вам обязательно оставлю ссылочку внизу. Вы сможете зайти и посмотреть на видео, которое я сегодня состала. Вы знаете, когда я снимала мукбанки, мне все тоже говорили, что это за ерунда, кому это будет интересно. В комментариях мне писали, что хватит чавкать, это никому не будет интересно и так далее. Но сейчас я, например, набрала аудиторию, которым нравятся мукбанки, которые любят их. Я думаю, что вот в инстаграме тоже я наберу ту аудиторию, которая действительно нравится подобного рода видео. Потому что мне, например, очень нравится. Я смотрю свои видео, мне реально нравится. Я не понимаю, почему все люди вот так вот ополчились на меня, что что за ужас. Да блин, я в этих видео никого не убиваю, ничего не пропагандирую, голая не танцую. Ну просто танец какой-то. Может движения какие-то не очень-то и суразные, может как-то не очень все профессионально. Но вы должны учитывать, что это все третье мое видео. Я думаю, что дальше будет лучше, дальше будет интереснее. Я очень надеюсь на это. Далее, я хочу вам сегодня показать вещи, которые я купила за последний, наверное, месяц где-то. Я их не хотела, если честно, вам показывать. Я просто проконсультировалась с вами в своем инстаграме. Так как в инстаграме я все эти вещи показывала вам. Даже более, когда я захожу в магазин и хочу что-то себе приобрести. И думаю, между двумя кофточками я сразу устраиваю голосование. И какую из этих кофточек вы выберете, ту я и покупаю. Поэтому я думала, что скорее всего все зрители, которые у меня есть в инстаграме, им просто будет неинтересно смотреть это видео. Потому что там я это все показывала, об этом рассказывала. Но так как вы все хотите, 90% проголосовала, по-моему, за то, чтобы я снимала. Поэтому я, собственно, это и делаю. Сейчас быстренько пойду притащу все вещи и начнем с вами разбирать и показывать. Даже, может быть, буду одевать. Лучше буду одевать. Итак, все. Я нашла удобный для меня ракурс. И давайте начнем рассматривать вещи, которые я купила за последний месяц. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с самой удачной покупки. Это вот такая вот юбочка синего цвета. Она была и розовая, и еще такая, знаете, коричневая. Я вам в сториз, в смысле, в сториз показывала ее все. И сейчас тоже на меня есть в актуальном. Так что заходите в инфобокс. Там будет ссылочка на мой инстаграм. Заходите и смотрите. Я сейчас повергну всех в шок. Эта юбка стоила 7 монат, ребята. 7 монат. Но, несмотря на это, очень хорошее качество. Плотная ткань. В свое время она стоила около 30 монат. Я просто ухватила на скидки. Также наши родственницы, которые со мной ходили по магазинам, взяли себе тоже. Ткань не очень плотная и не очень прям тоненькая. Не просвечивает. Все замечательно. Следующая вещь, самая, можно сказать, такая спорная. Это вот такие вот брюки, которые я купила, чтобы носить их на выход, на прогулку. Но моя мама считает, что в таком нельзя выходить на улицу. Это домашний костюмчик. Это часть домашнего костюмчика. Я их покупала. Именно, чтобы носить куда-то. С кроссовками, с футболкой в обтяжку. Смотрится очень красиво. Мне очень-очень нравится. И, скорее всего, я буду носить как раз-таки на улицу. То есть, в магазинчик сходить, куда-то в парке погулять. Не для дома. А что вы думаете насчет этих брюк? Обязательно пишите в комментариях. Одели бы вы их на выход. Итак, следующая вещь. Это вот такая вот кофта с одним открытым рукавом. Я была в магазине. И консультантка меня спросила, какую именно вы кофточку хотите. И я такая, знаете, была в замешательстве. Не знала, что сказать. Она говорит, ну длинный рукав или короткий? И я ей ответила, можно один длинный, другой короткий. И она быстро-быстро побежала и принесла мне эту кофту. Она мне очень, на самом деле, понравилась. И цвет подобного оттенка у меня ничего нет. Кстати, надо надеть и снять мукпанк. Я, кстати, в этом не снимала мукпанк. Мне кажется, смотрится очень красиво. Ткань очень приятная на ощупь. И стоила тоже совершенно недорого. Ну как недорого? По сравнению с этой кофтой это было недорого. Подробно говорить в магазинах, где что я купила, я не буду. Могу это объяснить. Потому что ранее, когда я говорила в магазинах, все мне писали в комментариях, вот реклама, тебе бесплатно дали эту одежду на халяву. Вот чтобы избежать этих комментариев, я решила вообще не говорить. Тем более, вот эта вот юбочка, мы просто взяли последнюю. Последние 4 были, каждого по одной штуке. Я думаю, что за такую цену, скорее всего, там не останется. Мы купили где-то неделю назад. Ну, в общем. Также под Новый год в одном из магазинов была скидка 50% просто на все. И я купила себе вот такую вот кофту с такими интересными кружевами. Не могу сказать, что качество прямо на 100% меня устраивает. Кое-где торчат нитки. На самом деле, не очень хорошо. Но их можно отрезать и кофточку можно носить. Мне очень нравится подобный материал. Не знаю, как он правильно называется. Белюр, наверное. Брюки тоже из этого же материала. Я еще хочу тебе прикупить платье такого же материала. Я недавно вам, кстати, рассказывала про страницу Модошоппинг. Там есть такие платья, очень красивые. Можно там заказать. Следующая вещь, про которую я совсем забыла, это такой свитер. На мне он сейчас. Здесь вот такие вот дырочки, очень интересные. Было расцветок, наверное, 10. Я взяла их всех, пошла мерить. Но как только я надела эту, я решила ее брать. И вообще, вы знаете, последнее время у меня есть какая-то зависимость от комментариев. И мне иногда пишут, что вот, Айка, ты в одном и том же снимаешь видео. Но я хочу отметить, что у меня есть 3 почти одинаковых свитера. То есть я вот так вот сижу, да, получается, вот орнамент этого свитера, длину вы не видите. И вам кажется, что это 3 одинаковых свитера. Красные. Я вот говорю про красные. Поэтому уже брать какой-то красный свитер я уже не хочу. Поэтому я решила взять такой нежный оттенок. И еще вам такой смешной момент. Мы, короче, накупили всего и пошли к моему дятю. И в прихожей, значит, лежат пакеты. Наверное, пакетов 10. Вот наши гости, они тоже закупились. И в одном из этих пакетов были мои вещи. И мама просто начала рассматривать эти вещи с мамой, моей двоюродной сестры, которой мы тоже купили кое-что. И мама вот вытащила из пакета этот свитер. И как только она его увидела, она говорит, это, говорит, 100% купила моя дочь. Вот, говорит, я чувствую, что это ее вкус. Как я начала ржать, я просто сидела, наверное, за 5 метров от нее. И просто слышала, как она это сказала. Мне настолько стало смешно, как же она хорошо меня знает. Вот я могу заметить, что вы тоже меня очень хорошо знаете. Например, что-то произошло, но в видео я об этом говорить не хочу. Вы сразу чувствуете это. На самом деле, очень приятно. Спасибо вам, что вы есть. Я вас очень сильно люблю. Еще была одна кофта, которую я никак не смогла найти, поэтому сегодня как-то без нее. И последнее, что я вам покажу, это находка. Я эту куртку купила за 30 долларов, ребята. Очень приятная на ощупь. Она очень качественная. Замок хорошо открывается. Плотная. Вот такая вот. Была золотого цвета, розовая, серебряная. В общем, я опять же, как всегда в инстаграме, проконсультировалась с вами. Вы сказали, берите темную. Детка берите темную. Она классная. В общем, я взяла и совершенно не пожалела. Мне она очень нравится. Здесь вот такая вот вставочка. Можно регулировать рукава. Все очень удобно, классно. На следующий год самое топ. Сейчас я, значит, хочу как-нибудь на днях пойти и купить себе пальто. Я хочу, знаете, такого кремового цвета. Длинное, классическое. Потому что, например, вот я пойду на свадьбу, правильно? В этих оверсайд я уже не пойду на свадьбу. У меня еще есть меховая жилетка из натурального песта. Но в ней тоже, знаете, рукава открыты. Вот как мыть. Поэтому обязательно нужно купить пальто. У меня было одно пальто, но я уже отправилась в деревню родственникам. Если вы хотите, я вам буду чаще снимать покупки. Обязательно пишите в комментарии, интересно ли вам покупки, интересно ли вам блоги. Стоит ли их снимать? Мне кажется, иногда стоит. Потому что все-таки вы видите меня с другой стороны. Хотя бы в неделю один раз, мне кажется, влог должен быть. В общем, на этом все. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может, и для вас там меня, что для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили. И всем пока.